Подведены итоги за 2017 год по работе ОМВД России по Ленинскому району. На совещании, посвященном этому событию, присутствовали руководители районного управления внутренних дел, личный состав, а также видновский городской прокурор и глава Ленинского района. Каждый из руководителей подразделения ОМВД отчитался о проделанной работе, после чего члены президиума задавали интересующие их вопросы. А таковые имелись, поскольку в каждой структуре присутствует как положительная динамика, так и недоработки. К примеру, существует низкий процент раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений. Если средний показатель по области составляет 48%, то в Ленинском районе эта цифра в два с лишним раза ниже. В настоящий момент более качественно стали подходить к отработке мест совершения преступлений, прилегающих к ней территории, с телевоснованиями лиц и числа свидетелей и очевидцев, с привлечением дополнительных сил и средств из числа наружных нарядов. При раскрытии преступлений данной категории не в полной мере уделяется внимание отработке местных жителей. Прежде всего, ранее судимых. В своем докладе начальник отделения по работе с личным составом Сергей Лосенков отметил, что за прошедший год было принято на службу 60 сотрудников. Еще 52 кандидата находятся на оформлении. Но дефицит кадров остается, поскольку в 2017 году 68 человек покинули ряды МВД по разным причинам. Были и те, кого уволили за проступки. Вопрос скомплектования служб подразделения напрямую зависит с вопросом укрепления служебной дисциплины и законности управления. За 2017 год выявлено 482 АППГ-419 фактов нарушения служебной дисциплины. Совершен 194 АППГ-105 сотрудниками. Одной из главных задач на 2018 год стало укрепление дисциплины среди личного состава и более качественное исполнение каждым своих служебных обязанностей. Глава района Олег Хромов, взявший слово, поблагодарил сотрудников управления за хорошее несение службы во время районных мероприятий, которых в 2017 году было довольно много. Рассказал глава и о том, что в ближайшее время появится сразу несколько пунктов общественного порядка в новых микрорайонах. Мы не раз ставили этот вопрос и на уровне главка, о том, что, наверное, те районы, которые расположены около МК, где население зарегистрированное и численный состав органов внутренних дел, он не соответствует тем задачам, которые выполняются. У меня вызывают определенные опасения, у нас уже такое есть, что мы предоставляем опорные фунты полиции, места для участковых укомномоченных, но там мы их не находим. В конце мероприятия Олег Хромов наградил почетными грамотами ряд сотрудников, а несколько человек получили очередные офицерские звания.